итак друзья как я вам обещал направляемся искать футбанк катерина примерно знает где он находится но она там еще не было в этом но она была в другом который возле того места где она живет поэтому она как бы с ними знакома но именно с этим незнакомым вы такие вот здесь видите районы все такое грязное обшарпана это получается практически самый центр сиэтла называется раньер улица и вокруг нее везде вот такая вот грязь какие-то вот закрытые парковки в общем все такое старая куча людей странно выглядящих всяких бездомных ты в таких районах вот они все эти футбанки и находятся видите вот какие к примеру дороги сессу я мы тоже самое разбитые тротуары вот говорят в америке все хорошо конечно хорошо в богатых местах а здесь такая же вон грязюка лучше мусор валяется в общем немного покажу вам как она со стороны выглядит здесь вот все валяются какие-то объекты картон вот здесь вот видите вот там вот люди копаются прямо в мусорке они бухие все вот эти вот бомжи они все пьяные здесь вот мусорки здесь люди берут продукты а вот здесь продукты привозят вот видите у них своя машина которая едет в эти супермаркеты берет там все эти просроченные продукты сюда привозят здесь если это все видите ящики от продуктов и такие вот корзины в общем здесь вот тоже как мусорки ну в общем какой-то бухой тип там короче к нам просто нет вон он и вот люди пришли за бесплатный в общем народу полно всем нужно бесплатную либо вы можете брать еду раз в неделю не приходите больше чем раз в неделю вон она пойдем посмотрим что-то внутри если нас пустит Мы вместе, да. В общем, здесь надо сначала, получается, вот на этих компьютерах зарегистрироваться и после этого вам дают специальную наклейку, вот здесь для томатный суп, всякие разные консервы. Как видите, еда вполне неплохая, то есть вот, пожалуйста, буш, это все фасоль разных сортов, есть белая фасоль, есть желтая, есть черная, есть смешанная фасоль, вот такая вот. Здесь, в общем, всякие разные виды фасоли, из трейдер джо, вот даже есть прикольная фасоль. Там суп я вам показал, дальше здесь идет фасоль, но здесь еще есть помидоры, здесь есть скручковая фасоль, здесь есть перцы, капуста маринованная. Ну, я думаю, здесь все, что угодно такого плана может попадаться, зеленый горошек, кукуруза, смешанная тоже с зернами, в общем, здесь любые-любые консервы. Супы, томатные супы, вот эта прикольная штука, цельные помидоры, хамс, тоже классная фирма. Вот здесь помидоры, тыква. Здесь крупная, то есть это такая, типа каша, очень, кстати, она хорошая для здоровья. Вот я не знаю, почему люди тут ее не берут. Вот здесь, наверное, была мука и всякая фигня, видите, все разобрали. Ну, там штука, чтобы печь плены и, в общем, печь что-либо. Это, кстати, старбаксовский чай, очень дорогой. Какая-то вода. Прикольная, просто бедевая вода с лимоном, газированная. Вы видите, она в стеклянных бутылках с такими крышками, видно, что явно какая-то дорогая. Клепки есть даже, всякие кексы и т.д. и т.п. И здесь еще расфасованная еда. Здесь вот в холодильнике еще готовые всякие салаты, нарезки, вон нарезанный лук. Вот эти супы из супермаркетов, их в супермаркетах продают. Видимо, то, что уже просроченное, сюда приводят вот соки, какие-то кастомные. То есть выжидые вот это. Силк, известная фирма молочная. Там Whole Foods. Это вообще супердорогой органический магазин. И вон, видите, разные супы из Whole Foods. Йогурты, всякие. В общем, эти самые пирожные, хлеб, выпечка. Там еще, что здесь еще мясо дают. Гамбургеры, молоко. И там мясо можно получить из сосиски замороженное. Вот такое вот молоко с уменьшенным содержанием жира. Тоже бесплатно берем целый. Получается пачка. В общем, как я вам скажу, очень неплохое место. То есть видите, какое огромное количество людей питается за счет тех продуктов, которые все равно собираются выбрасывать. То есть некоторые продукты здесь хорошие. Но большинство, конечно, это понятно. Всякие как бы просроченные или почти просроченные. Конечно, ты ими не отравишься, но я не думаю, что сюда прямо все 100% продуктов свежих привозят. Конечно, есть и свежие, есть и хорошие бренды. Я вам показал их, и Whole Foods, и Trader Joe, и прочее. Но за раз ты здесь можешь набрать... Мы набрали две сумки продуктов абсолютно хороших. И если так это посчитать все по магазинным ценам, это будет... Ну, я вам скажу, долларов, наверное, так на взгляд, на долларов 30-40-50 примерно. Давайте вкратце посмотрим, какие продукты. Вот такая фасоль. Суп тайский. Еще смесь трех фасолей органическая. Здесь трейдер джо. Черная фасоль с перцем халапенос. Хант. Это цельные помидоры, очищенные, с очищенной кожурой, как бы в собственном соку. Здесь суп из красного перца и томатов. Вот. Здесь получается марокканский суп из Whole Foods. Молоко. Там вот эти мексиканские, как они называются, пита. Пита bread. То есть это хлеб пита. Здесь тыква или дыня, томатный соус. И, в общем, всякие салаты в таких вот упаковках. Видите? Там их несколько штук. Вот. Ну, не буду уже все смотреть. В общем, примерно понятно. То есть раз в неделю вы можете приезжать и брать такое количество еды. Для этого вам... Единственное, что надо прийти и зарегистрироваться у них в компьютере. Никаких документов, кроме удостоверения личности, не требуется. В общем, пишите комменты. В общем, скажите, что вам там понравилось наше видео или нет. Если вам еще нужны обзоры такого плана. Вот. То есть это был фудбанк на Раньере. Частная собственность. Здесь работают волонтеры. Вон написано. Волонтеры. Волонтеры. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова